Тоже многократно переиздается. Самое лучшее издание есть такой автор, священник Серафим Слободской из русских эмигрантов, и книгу эту написал в Америке. Она к нам пришла только, наверное, в 90-е годы, и многократно, каждый год переиздается, потому что, как закон Божий, объясняющий все, и христианскую жизнь, и библейскую, и евангельскую историю, и многие другие вопросы христианства, устройство храма, различные иерархии священнослужительности, все практически. Лучше этой книги нет. Может быть, к ней есть тоже какие-то вопросы? Она писалась в 50-е годы XX века, что-то, может быть, сейчас можно было сказать немножко по-другому, но лучше этой книжки нет. Партеерей Серафим Слободской. Запомните, запишите. Очень хорошо. Там можно найти ответы на мои вопросы, касающиеся и Библии, и церковной истории, и христианской жизни. Вот то, что у меня это дома было, вот с собой в храме у меня была такая книжка «Таинство веры». Написал ее сейчас уже епископ Иларион Алфеев. Здесь достаточно популярно рассматриваются основные положения, во что же верить православные христиане. Ведь много вещей, во что мы как православные не верим. Православные не верят в переселение душ, не верят во влияние звезд на судьбу и на жизнь человека. А в какие-то вещи верят и прямо, если строго говорить, должны бы верить прямо до смерти. Они тебе представят, а ты вот в это не вери. Хоть режьте меня, а я не откажусь от этого. То есть есть такие. И вот здесь вот объясняется. Вот я эту книгу рекомендую. Она тоже переиздается. Не так часто и не так много, может быть, и сразу не найдешь в продаже. Но есть церковные библиотеки, кстати. Вот у Александра Невска очень большая библиотека. Что такое Бог? Как человека понимает церковь? Сотворение мира, сотворение человека, рассказывается. Что такое церковь? Что такое церковное таинство? Вот молитва. И даже последняя глава. Жизнь будущего века. Где рассматривается конец человеческой истории, душа после смерти. Что такое воскресение мертвого? Что такое страшный суд? Как церковь правильно понимает ад и рай? Потому что вот так вот в народной мифологии ад – это место, где черти жарят на сковородках грешников. Пришла дамочка с накрашенными ногтями в церковь, иначе все будет там. Горячий пруть этими пальцами. Ну и так далее. Но это совсем не так. Это ближе как раз к пониманию ада, как оно было у язычников древней Греции и Рима, где вот есть какие-то злые сущности, которым отдаются грешники за какие-то провинности, и вот они их мучают. А рай, соответственно, тоже вот такое вульгарное понимание, что блаженство такое вот такое, все летают, хорошо, пьют амброзию, и ничего не делают. Такая пенсия навечно, да? В анекдоте, да? Сидят души в раю, пьют амброзию, наслаждаются музыкой. Вдруг одна душа такая бегает, дайте, налейте мне, скорей, скорей, скорей. Куда ты спешишь? У нас же впереди вечность. У кого вечность, а я в реанимации сейчас. Это для анекдота хорошо, да? А церковь совсем другому понимает. Рай и будущее блаженствования, как сотворчество Богу. Реализация всех положительных творческих сил человека, которые есть в каждом человеке. Раскрытие этого всего и принесение всего этого таланта совершенно в самое лучшее приношение Богу. А ад как место, где нет никакой любви. Где и черти, и дьявол, и все остальные, кто будет удостоен этого мрачного места, все будут мучаться неугасимым огнем. Но это огонь не месть Бога за какие-то грехи, а то, что люди сами отказались от любви Божьей. Ну, наверное, и вот это отсутствие, например, как если что-то вынуть, вот вакуум, вот этот вакуум будет их съедать. Ну, всех тайну еще нам не открыто, между прочим. Единственное, что можно точно сказать, что люди, лишенные любви Божьей, сами себя лишившие ее, это раз. А во-вторых, те, кто жил только культивируя в себе страсти, злобу, ненависть, вот эту линеечку страсти, они будут испытывать жажду удовлетворить свои страсти, но не будет возможности их удовлетворить. Вот здесь пьяница хочет выпить, там нет своих денег, там украдет, купит, выпьет все-таки. А там будет у него страшнейшая жажда, но нет, нечего будет пить. Ну, и так по каждому разделу, и по злобе, и по зависти, и по ненависти, вот эти страсти тоже будут съедать человека. Но это его собственное, это не какой-то там черт пришел, молотком по голове, вот так, значит, как-то церковь какие-то вещи понимает, немножко по-другому, чем это есть в народном сознании, в народной мифологии, которое некоторые вещи упрощает, да понятных вещей, да там, а некоторые просто вульгаризируют. ну, и давайте по вопросам. Можно я сяду, нет? Или вам хочется, чтобы я... дополнительные вопросы, это восемь штук. Может ли случайный человек стать священником? Насколько проверяется именно высокая духовность при обучении будущих священников? Ну, понятно, вопрос понятен. Значит, я могу сказать, что последние пять лет у нас здесь, в Нижнем Новгороде, нашей Нижегородской епархии, очень сильно ужесточились требования к будущим священнослужащим. И даже не только к будущим, но и к нынешнему. Раньше была какая беда? В 90-е годы открывалось много храмов, открывались они чаще всего по народной инициативе, то есть не то, что епархия ставила какую-то разнарядку, в этом районе открыть в 1995 году 20 храмов. Все сказали, есть откроем, да? Нет. Во многих селах оставались либо разваленный храм, народ в целом простой, он верующий. Хотим, чтобы в нашем храме все-таки началась служба. Потихоньку отремонтируем. Приходили к владыке, нам нужен священник. Ну и тут как бы, наверное, без рыбьи, рак рыба. Иногда попадались люди случайные. Это к великому сожалению, потому что многие из них причинили настоящую беду. Беды и церкви, и прихожанам, и самим себе, и, конечно, ничего хорошего не было. Но таких все-таки было немного. Слава Богу! В то время священником мог стать человек без духовного образования. Ну есть какой-то там высший образователь. Слава Богу! Хоть что-то понимает. Книжки прочитал там, про веру, по Евангелию. Вот. Может быть, потом заочно поступил учиться в семинарию. Все-таки там тоже чему-то учит, даже заочно. Вот. Рукополагали таких священников. Ну, чтобы были, к несчастью, случаи не очень хорошие. Значит, сейчас, последнее время, последние пять лет, ситуация изменилась радикально. Сейчас уже просто человек с улицы не может стать священником. Вот так. Есть простой мужчина, у него есть горячее сердце, он хороший, он никакой не злодей, хочет служить Богу, приходит, хочу вот стать священником, или хотя бы дьяконом. Братец, очень хорошее у тебя желание, давайте сначала потрудись при храме немножко, мы на тебя посмотрим, что ты вообще из себя представляешь, а потом вперед, в семинарию. Пять лет, изволь проучиться. Вот. Ну, если кто-то семейный человек, и он не может на дневном учиться, потому что надо содержать семью, это работает. Есть заочная форма обучения, есть даже форма экстерната для некоторых наиболее одаренных, но пять лет человек должен проучиться все равно быть на виду при семинарии. Потому что там проверяется, конечно, даются и проверяются знания, проверяется также его способность трудиться во славу Божию, а не, как это раньше говорили, ради Иисуса, а не ради хлеба куса. Вот. Но это только часть подготовки. Это подготовка интеллектуальная и, скажем так, практическая. И каждый кандидат в священники, или даже в дьяконы, если кто не очень понимает, есть три степени церковной иерархии. Низший дьякон, это священнослужитель, который не совершает церковных таинств, то есть он не крестит, не венчает, он помогает при богослужении. Но это уже священный сан. А второе – это сан священника. Священник практически все совершает в церкви, кроме, ему не дается такой в священной власти освящать храмы, освящать святое миро, которым помазываются после крещения люди. И он не может рукополагать себе подобным. Ни священников, ни дьяконов. Эта власть дается только в высшей степени церковной иерархии – епископ сам. Дьякон, священник, епископ. При прохождении в каждую степень по-новому человек рукополагается в высшей священной сан. Причем, если священник и дьякон может быть и женат, и и неженат, и в монашествующий, в епископы, как в высшую церковную иерархию, уже века с шестого рукополагаются только те, кто принял монашество, чтобы всецело себя посвятить церковной служению и церковной деятельности. Так вот, значит, кандидаты в дьяконскую, священническую степень сейчас, у нас последние несколько лет проходят специальную комиссию. Она называется «ставленническая комиссия». «Ставленник» — это кандидат в священный сан. Где преподаватели семинарии и на втором этапе сам архиепископ Георгий принимает у них экзамен. Причем так вот совершенно беспристрастно и очень жестко. Во-первых, испытываются знания, которые человек приобрел во время обучения. Во-вторых, испытывается он с точки зрения пригодности. Может, нехорошо говорить профессиональной пригодности. Ну, примерно так. Поскольку большинство священников у нас женатые люди, на этот экзамен вызывается и супруга его. И ей тоже задаются вопросы соответствующие. То, что можно матушке, будущей матушке задать, матушка как супруга священника. И, ну, не сказать многие, некоторые не проходят этого экзамена, этого собеседования. У них есть шанс изменить что-то в своей жизни. Или как-то это. А некоторые вообще. До свидания. Можешь трудиться не в священном сане. Пожалуйста. При семинарии, еще где-то там, при приходе, помогать священнику, но не в священнике. Чтобы быть священником, надо что-то вот такое. И введение таких жестких мер при подготовке к священникам, именно исследования духовной составляющей жизни, я думаю, при... Вот я имею возможность анализировать, немножко сверху вижу ситуацию, привело уже к положительным результатам. Как раз последние пять лет практически нет каких-то таких случаев, которые раньше происходили относительно часто именно по вине или по причине людей, вот случайных, как вы называете в этом вопросе. Но такой всем известный случай, вопиющий, старшеизвестный на весь мир, это венчание двух мосексуалистов в одном из храмов Нижнего Улака. Но это был не храм, это была временная деревянная часовня, но факт есть факт, что два каких-то придурка, нашли батюшку, который здесь не имеет никакого вообще образования, ни светского, ни церковного, прослужил не так много времени, хотя уже был человек в возрасте, вот привестился энной суммой денег, причем не очень большой, и совершил это венчание. У нормального человека даже в голове не укладывается, когда мне сказали, что такого не может быть, где-нибудь в Амстердаме может быть, но не в Нижнем Новгороде. Нет, оказывается, это все так и не будет. Ну вот. Я думаю, что сейчас, конечно, не дай бог, подобных случаев, наверное, уже не будет. То есть приняты меры к тому, чтобы воспрепятствовать людям случайно, ищущим карьеры, денежных каких-то водопадов в церкви, а именно те, которые нуждаются, хотят реализовать себя в служении. Сейчас очень не хватает именно в служении людям. Вопрос был в прошлый раз, где можно отреставрировать икону. И, по-моему, я отвечал на него, что вопрос очень сложный. Есть у нас вот здесь рядом с вами иконописная мастерская в соборе Александра Невского. Можно обратиться туда, но не факт, что там возьмутся за реставрацию. То есть не всякую икону смогут тут реставрировать. Есть частные реставраторы у нас в городе. Если есть острая необходимость, я могу помочь найти их. Есть, по-моему, мастерская в Благовещенском монастыре. То есть иконописная мастерская там точно есть. Такой Александр Корнилов занимается этим. Занимается ли он реставрацией, я тебе не могу сказать, но наверняка может что-то подсказать. При этом надо, что вам сказать, что реставрация часто в деньгах может обойтись дороже, чем написание на луку. Это касается старых икон, которые в большой степени поражение красочного слоя, потом там же под иконой она как пирог, там много слоев, которые до живописи. Берется доска, особым образом готовится, на нее наклеивается специальным клеем паволока. Это льняная ткань такая с широким плетением. Когда все это высыхает, на паволоку накладывается несколько слоев левкаса особого состава. Это фактически меловой раствор такой. Выравнивается как грунт, выглаживается, становится ровной идеальной поверхностью. На ней рисуется углем, ну как карандашом, прорезь будущей иконы. Потом рисуются сначала второстепенные детали, там одежда, там еще что-то. И главный мастер потом прорисовывает руки и виг. Это вот еще новые слои. Потом кладется золото, там где оно нужно, или нимб, или там целое поле икона закрывается золотом. Поверх красочного слоя, левкас, он специально готовится, такой тоже клей для золота на основе чеснока делается. Предпочтительно натуральные ингредиенты. Краски берутся не магазинные, а хорошие иконописцы. Вот так как в Александр-Невском они покупают или где-то ищут минералы, настоящие природные минералы. Для зеленой краски, малахин, для синей, лазурит, ну и так далее. Какой-нибудь кармин для красных. Растирают пестиком в специальных ступках порошок в пыль эти краски, в пигменты, смешивают их на основе яичного желтка. Вот древняя техника иконных красок, темперные краски. Потом и мы пишем. Когда красочный слой просыхает, золото положено туда, где надо, несколько раз олифится, специальной олифой, которую готовят чаще всего самостоятельные иконописцы, потому что не доверяют магазинной олифе. Либо она явно не предназначена для иконных работ, но варят сами из льняного масла. По своим каким-то полутайным рецептам. У каждой школы свой рецепт. Они еще не очень между собой сотрудничают. Потом это все сохнет. Вот получается икона. Старинные иконы, примерно, по такой же технологии готовились. Но когда есть поражение, и грунта, или красочного слоя, восстанавливать очень сложно. Поэтому реставрация очень дорогая. Потом у икон, которые лежали где-нибудь у наших бабушек на чердаках, одна из основных болезней – это поражение паразитами. То есть это дерево, червячки какие-то, жучки, древоеды, древоточцы иногда превращают икону-доску в трубку. И восстановить ее невозможно. Если там несколько вот этих дырочек, их еще заливают специальным раствором, антисептиком, потом заделывают как-то. Но бывает, что почти труха. Нет смысла даже восстанавливать. Но заключение может дать только реставратор. Абстрактно это не скажешь. Надо показать икону и выслушать, что скажут вам. Наверное, еще записка «Имя в миру отца Георгия». Правильнее, по церковности, владыка Георгия. В миру Василий Тимофеевич Данилов родился в 64-м году. После армии в 86-м году поступил в Московскую духовную семинарию. Через два года, по-моему, принял монашеский постриг. Потом был рукоположен в диакона, в священника. И до конца 2002 года трудился в Троице-Сергиевой лавре под Москвой. Закончил семинарию, академию. Даже защитил кандидатскую диссертацию по богословию, по церковной истории. И большую часть... Субтитры создавал DimaTorzok